Производственная гимнастика Трикотажные изделия, которые выпускает абаканская фабрика Хакассия, можно встретить не только в нашей стране, но и за рубежом – в Монголии, Польше, на Кубе. Сейчас фабрика Хакассия приказала долго жить, как, впрочем, и многие другие предприятия на территории края. Не стало и многих, безусловно, хороших советских практик. Например, так называемые УПК – учебно-производственные комбинаты. Раз в неделю школьники на УПК получали навыки рабочих профессий. И вместе с аттестатом образования потом корочки специалиста. Спектр был широк – токари, столеры, ткачихи, повара, водители, секретарь, машинистки. 12 специальностям обучают здесь старшеклассников. Условия, в которых занимаются юноши и девушки, максимально приближены к производству. Но ребята не играют в работу. Они выполняют конкретные заказы предприятий. Еще о том, что после перестройки стало тем младенцем, которого выплеснули вместе с водой. Например, массовый, совершенно доступный, бесплатный спорт. Самое молодое в 1984 году предприятие Крамс было лидером по количеству спортивной секции мероприятий, пропагандирующей здоровый образ жизни. Завод полностью содержал собственный бассейн, спортзал, закрытый теннисный корт, дворец спорта с искусственным льдом. Работникам, в общем, было из чего выбирать. Каждый третий на Крамзе регулярно занимается спортом. Яхтсмены и аквалангисты, теннисисты и боксеры. Всего 18 секций. Конечно, все это дорого стоит. Но уже сегодня экономисты подсчитали – есть прямая выгода предприятию. А в центре, внимание, детский спорт. Опытные тренеры-педагоги знают – подрастут ребята и обязательно придут на свой завод. Детям быть спортивным и держать все формы, конечно, тоже было гораздо проще в СССР, нежели сейчас. Практически все секции были бесплатными. Дворовые площадки для хоккея, футбола, которые сейчас худо-бедно стали возрождать, тогда были, по сути, повсеместным явлением. Успех Енисея, пятикратного чемпиона страны, начинается на этих дворовых площадках. Физкультура и спорт все чаще и чаще входят в трудовые коллективы, в каждый дом, в каждый двор. Сотни тысяч спортсменов стартовали на Спартакеаде края. Сегодня спорт прочно вошел в жизнь городов и сел, в каждую сибирскую семью. Наталья Китчина, Новости ТВК.